там вообще ничего сложного нету просто как ребенок знаете окошко нарисовал создание расщепленного кармана аппаратским это метод да самый используем опять же скальпель либо 15c либо офтальмологический либо обоюдоострый скальпель тот который вам нравится или который вам удобен в данном случае фиксация пластического материала зависит от того что мы туда будем устанавливать какой пластический материал и ушивание препарируется карман либо скальпелем либо тоннельным распатором что достаточно удобно но когда-то не было тоннельных распаторов по всей видимости он весь выполнялся скальпелем я так думаю если при этой методике мы используем еще небольшое какое-то кранальное смещение для того чтобы прикрыть наш либо трансплантат либо к пластический материал тогда нам потребуется еще расщепление между двух сосочков все это выполняется скальпелем офтальмологический скальпель он тоже похож на обоиду остро я думаю что все вы видели только он поменьше и поуже я его использую когда я работаю в очень тонком биотипе в очень таком критическом каком-то случае когда слизистая сама по себе очень и очень нежная тонкая и где например тоннельным распатором не сделать хорошо то есть это просто все разорвется до любого прикосновения ткани разъезжаются тогда конечно рекомендую использовать именно скальпель именно офтальмологический 15c вы можете использовать по вашему желанию если вы работаете в толстом и в среднем биотипе и обоюдо острой скальпель самый хороший фирма хефридия на специальные ножки для специальной ручки он тоже подходит у него единственное что особенность он широкий и например работать им в поверхности узких зубов не очень удобно но это уже как бы от того как вы приспособитесь если например фронтальный участок нижней челюсти бывает он неудобен работе тогда я применяю тоже офтальмологический скальпель на сегодняшний день офтальмологический скальпель фирмы мани почему-то исчезли в россии вот и надо думать чем мы будем работать дальше пока пока что нет никакого решения к сожалению а что это они прям еще продаются или надо посмотреть какого это нет я это не то это тоже самое что хефридия офтальмологический скальпель он тоньше я поняла я поняла он тоже подходит но вот есть как бы ситуации клинические которые кроме как офтальмологическим скальпелем ничем там не сделать его только тонким вот таким инструментом и расщепление межзубных сосочков мы делаем только скальпелем никакими распаторами мы их не расщепляем да мы уже все усвоили что распатор это травматичный инструмент который нужен для специальных целей все остальное мы режем да что вы такое интересное обсуждаете мани про скальпеля можно на лист можно заказывать только раз дороже слушайте у меня была неприятная история с этим заказом не буду вам делиться своим опытом в общем я получила не то что я заказывала да но я же их знаю я же ими работа написано на них мани это не оно а это не оно поэтому я теперь не хочу больше их там заказывать ну потому что работать я не смогла их просто выбросила они вот так вот сгибались ты подносишь зубы он у тебя сгибается в обратную сторону а вы работаете прямыми или изогнутыми так он любнется если нужно в принципе нет я изогнутые люблю но мне он больше он видите он для таких труднодоступных мест подходит он вот для всяких таких поднутренней очень удобен мне кажется что конечно может быть они одумаются и ну вот это как то как из праленов надеюсь одумаются да я вот я все таки думаю что все жадность победит вот эта принципиальность мне очень хотелось бы в это верить во многих вопросах расщепление межзубных сосочков мы проводим только в том случае если мы коронально смещаем этот карман если мы его коронально не смещаем нам сосочки трогать не нужно все понятно мне кажется здесь выбор пластического материала в данной методике имеет место применение классический по золотому стандарту это свободный десневой депатализированный трансплантат или пластический материал которым вы работаете поскольку я работаю только твердой мозговой оболочкой как пластическим материалом я его пишу и рассказываю только о нем все остальное вы можете брать на свой вкус сразу расскажу что она не рабочая но это не шутка это правда она не рабочая потому что и сами профессора которые тестировали и которые поработали с этими компаниями которые приезжают в россию рассказывают одно а у себя на конференциях и на конгрессах докладывают правду я видела эти доклады я принимала в них участие я знаю что они говорят о том что все мукодермы и все-все-все не рабочая история Зукелли сам сказал что у него сопли там были просто он сам он сказал это он говорит у меня получились сопли вместо я больше это не применяю понятно же у них же там как будто все поставлено на поток что приглашается профессор он должен да прогашать вот этот материал по всему миру и они потом приходят и начинают его продавать ну методика известная но вот он на конгрессе внутри итальянском сан Рафаэль он сказал что это моя рабочая история этим материалом я работать не буду поэтому я могу точно сказать что твердая мозговая оболочка рабочий материал надо правильно уметь пользоваться и правильно его применять и естественно что он имеет определенный набор структур и характеристик по которым и понятно почему он работает да самое главное что это логинный материал который близок нам по нативной структуре и по природосхожести да мы все таки не на свиней похожи а на людей друг на друга ну и также позволяет применять для тех людей которые не предполагают применение каких-то живых костно-пластических материалов теперь лирика про политику закончилась поговорим в каких случаях мы бы выбрали трансплантат а в каком случае мы бы поставили пластические материалы давайте обсудим я хочу все спите если большой объем большой объем чего мы один карман с вами сделали один карман а один карман ну пока в одном кармане болтаемся вот в самой базовой методике давайте разберемся сначала это зависит от того зуб это или имплантат да разделили кошки с собаками отдельно дальше для имплантата выбрали вот ты можешь Игорь это не честно вы просто это уже знаете ну да конечно мы должны исходить из биотипе тех тканей в которых мы работаем если мы работаем в тонком биотипе и работаем в области своего собственного зуба мы имеем право поставить любую материал туда и твердую мозговую оболочку и трансплантат а если мы работаем в зоне имплантата с тонким биотипом мы будем применять свободный десневодий эпитализированный трансплантат потому что он на будущее даст рост а ТМО здесь только закроет этот дефект у вас даже если у вас нет рецессии есть какое-то истончение витков так подождите а вот допустим мы уже давно работаем конечно и у меня получается нет оно допустим у нас просто не просто прирост а иначе карман слизистый оно и слизистый послушайте я еще раз вам говорю послушайте внимательно сейчас один у нас один карман один мы не делаем сейчас метод на 5-6 имплантатов я туда ТМО поставлю обязательно я вам еще покажу даже как вот но нет вот у вас одна локальная вот эта опция один зуб или один имплантат там один вот этот карман что нужно туда распахать чтобы у вас ТМО к надкоснице прилегало вы же понимаете откуда она должна вырасти вот в таком случае когда у нас тонкий биотип и мы рассекаем там нет надкосницы только слизистую и у вас там имплантат вы ставите туда трансплантат со стравками чтобы дальше он дал рост логично вы поняли почему да понятно почему мы не поставим туда твердую мозговую оболочку да окей а если например это имплантат но биотип средний и у вас есть просто потеря небольшая по вестибулярной пластинке да можно тогда действительно надкоснично расщепиться не в собственной слизистой а уйти под надкосницу и поставить твердую мозговую оболочку и запинить я буду считать что я не слышала я буду считать я буду считать что я не слышала самое главное зачем чтобы продать спину вам нет мы даже не продаем вот а зачем она не съедет никуда прижмите ее крестообразным швом я твердую мозговую оболочку даже никакими швами кроме крестика не фиксирую она никуда не денется вы же не отслаиваете да ушей как бы при сколовой имплантации все это куда она может у вас потеряться поэтому вы будете смотреть исходя из биотипа из того участка в котором да зуб или это имплантат и исходя от того результата который вам нужно достичь и теми возможностями которые вы обладаете в конкретном локальном месте поэтому выбор пластического материала остается за вами в каждой операции индивидуально но надо подключать обязательно голову и смотреть что это за пациент какой у него фенотип насколько у него будет здесь ресурс для чего и как усилить этот ресурс не будет протокола все что переимплантная зона вообще никакого протокола быть не может он каждый индивидуальный у себя но есть вспомогательные методики базовые которые вы можете применить в области любой клинической ситуации плюс-минус чего не надо не надо чтобы Продолжение следует...